Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь, вновь, вновь мы приветствуем вас в дворце скейтбордической культуры в магазине Squod. И сегодня расскажем про бренд, который я как-то уже вам признался, очень и очень его люблю. Он для меня практически как пела группа Кровосток, как в прошлое Дверце. Да, не переключайте ваши YouTube-каналы, потому что разговор пройдет про немецкий бренд широких штанов Homeboy. Я думаю, вы, наверное, помните наше прошлое видео, где я в обычной для меня манере так расхвалил, так расхвалил эти замечательные штаны, рассказывал про свою собственную историю, рассказывал, какие они сейчас вышли. И сейчас я подумал, что пришло время рассказать, во-первых, о новинках, которые появились в магазине Squod. Что еще приятно, что привезли большие размеры, и даже официальный аккаунт Squod в Инстаграме меня отметил, сказали, что, Дим, помнишь, ты жаловался, что больших размеров нету? Вот они появились. Очень здорово, и благодарю ребят, что они пошли мне навстречу, и не только мне, я думаю, а и другим толстячкам, и привезли и большие размеры этих штанов. Но разговор сегодня пойдет больше про историю официального этого бренда. В общем, история очень замечательная. Она, как это очень часто бывает, замешана на махинациях, на каких-то неправдивых случаях. Ну, не знаю, в курсе вы или нет, но, например, когда начинался бренд The Hundreds, его создатели, когда они сделали свои первые футболки, они принесли их на реализацию в магазин скейтерский в Лос-Анджелесе, и подговорили всех своих друзей, чтобы они пришли в этот магазин, и такие, ух ты, классные футболки, а что, давайте я куплю у вас. И за неделю весь тираж этих футболок был скуплен. Магазин такой, блин, это круто, давайте еще. Они начали повторять эту историю везде, составляя такой ажиотаж, и в результате стали популярными. Понятное дело, что без хороших дизайнов, без нормального качества футболок это бы не получилось, но все равно вот такое вот продвижение интересное было. С брендом Homeboy история немного похожая. Дело в том, что это, как я уже говорил, немецкий бренд, который сделали двое немецких подростков, которые очень и очень любили хип-хоп, им очень и очень нравилась американская мода на вот такие вещи. Но они не представляли, как сделать европейский бренд. Вернее, когда они начали говорить своим друзьям, начали говорить магазинам, что мы хотим сделать вот свой европейский бренд с такими широкими рэп-штанами, им сразу все стали отвечать, что да вы что, никто это не купит, кому это интересно, у вас там ни корней, ни истории. Нет, это вообще обречено на неудачу. Казалось бы, самое время, чтобы погрустить и начать заниматься чем-то еще, например, возить компакт-диски, а потом разориться, когда начнется интернет. Но нет, ребята пошли немножко по другому пути. Они взяли и отсняли первую коллекцию в Штатах, отсняли ее на чернокожих моделях, и получилось действительно достаточно аутентично. Потом они сняли шоурум в Гамбурге или в другом каком-то европейском городе и пригласили владельцев молодежных магазинов, чтобы те пришли и посмотрели на одежду. И выглядело это очень прикольно, потому что говорят, вот мы привезли джинсы Хомбой, и местные такие Хомбой, а что это, как вы не слышали, новый американский бренд, у них там столько рекламы, начали показывать каталоги. Ну, те смотрят действительно вроде как не немецкое совсем. И так начались первые продажи этого бренда, так начались первые продажи этих джинсов. И вполне успешная история, пока такие широкие штаны из моды не вышли. Еще раз напомню, что я человек, у которого уже частично волосы седые, и который провел свою молодость в Германии, я прекрасно помню вот эти вот моменты, прекрасно помню эти джинсы, что действительно, во-первых, это были самые доступные джинсы на тот момент, потому что все, что везлось из Америки, понятное дело, было намного дешевле. И второе, эти джинсы действительно были прикольные, классные, с интересной рекламой, с интересными все время историями, с интересными названиями. И даже сейчас, когда мы подготавливали джинсы для того, чтобы их сегодня здесь показать, я вот, ну, прям, правда, вот такая ностальгия по вот этим вот надписям «Хомбой», по вот этому вот лейблу на заднем кармане, по иксу перечернутому, в общем, прям, прям ностальгия. Немножко теперь про сами джинсы, про саму новую коллекцию, которая приехала. Она есть и на сайте, все мы показывать не будем, их действительно много, поэтому заходите на сайт, смотрите, там указано, что есть как женские, так и мужские джинсы. Хотя, если честно, ну, когда ты смотришь на широкие штаны, вот чем мужские от женских отличить? Вот на этих написано, что они мужские, да, мне кажется, что женские. Ну, не знаю, на маленького мальчика, да, или на девочку, то есть только, может, по размерам этих. В этот раз у них достаточно плотный, но не суперплотный вельвет, который мне очень понравился. Вельвет такой, ну, толстый, грубый, который, мне кажется, будет достаточно долго вытираться, и выглядит прикольно. Швы, все вот эти вот истории, которые были на классических «Хомбоях», здесь также остаются. Тугая кнопка здесь, что тоже приятно. Ну, прям, я говорю, прям как будто классические вот эти «Хомбои». Даже, смотрите, прикольно, не белого вот такого цвета, оборотная сторона карманов. Есть и классическая джинсовая ткань, в этот раз вот такого черного цвета, с синей прострочкой. Я помню, кстати, в какой-то момент стали суперпопулярны джинсы с белой прострочкой. Рабочая одежда, а именно обычные джинсы. The Original Baggy Pants, надпись. Нет, молодцы, ребята, что все это возобновили. Вещь, которая сейчас, я думаю, будет особо актуальна, это у нас такие джинсы, которые сделаны под рабочие. Ну, похожие на классический «Кахард» и «Диккес» историю. С большими карманами. Вот тоже такой интересный момент, который «Хомбои» у себя оставили, это здоровые карманы. Причем, я помню тоже в старых моделях там иногда были там с карманами чуть ли не до колен истории. Спереди тоже достаточно глубокие карманы. И здесь они, кстати, накладные. То есть вот здесь вторым слоем нашиты. Тут видно по обратной стороне джинсов. Еще один вельвет. На этот раз это уже штаны «Карго». На клепках. С такой не супербольшой, но интересным карманом. Ну, еще два варианта около рабочих таких джинсов, которые есть. В общем, практически все то, что я помню, что выпускалось давным-давно в Германии, приехало к нам сюда в достаточно хорошего качества. Знаете многие, что когда какие-то вещи перевыпускаются, очень часто сразу появляются вопросы, почему не те материалы, почему сделано все намного хуже. И честно, помните, когда мы говорили про первые поставки джинсов, я тоже там, несмотря на всю любовь к этому бренду, говорил, что к материалам какие-то вопросы у меня есть. Здесь вопросов уже достаточно меньше. Может быть, я стану еще больше и мне еще больше размеры потребуются. Или, может быть, наоборот, наконец-то похудею. Но в любом случае, ребят, широкие джинсы, которые сейчас актуальны, которые сейчас интересны, обращайтесь за ними в магазин «Сквот» и обратите внимание на их цену. Цена приятная, качество тоже хорошее. Если, кстати, вы уже купили «Хомбой» вот эти джинсы, в комментариях очень ждем ваше мнение по поводу их. На этом, наверное, все. Занимайтесь скейтбордическим катанием, сдавайте экзамены, радуйте своих родителей. До новых встреч. Пока.